Всем привет, с вами Прия, и сегодня мы поговорим о пяти хороших способах с целью того, чтобы нафармить миллионы золота в текущем дополнении. Быть может, некоторые способы будут работать и в следующем дополнении, но суть этого фарма в основном кроется на работе с аукционом. Не такой уж прям сильно глобальный, но все же цена может меняться на какие-либо предметы, и это немножко ухудшит фарм. А может быть наоборот, цена повысится на некоторые предметы, и это только усилит наш фарм, и мы сможем фармить не миллионы, а миллиарды. Эх, хорошая была бы цифра. Ну да ладно, хватит таких сладких мечтаний. Полуостров адского пламени позволит нам рядом с троном Келджедена фармить различных элементалей. С этих элементалей мы будем получать такой итем, как частица огня. Частица огня в количестве 10 штучек объединяется в изначальный огонь. Цена его на текущий момент весьма хороша. 500, 600, 700 голды за штучку. Элементалей много, они респаются достаточно быстро, и в принципе можно спокойно фармить этот изначальный огонь и продавать его на аукционе. Люди будут качать профессии БКшные, люди будут что-то крафтить из этого изначального огня, поэтому он будет долго еще в цене. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Также время от времени здесь спавнится Казак. Мопчик. Для нас на текущий момент это мопчик, потому что мы его просто-напросто шотаем. С него падают различные эпические предметы, которые являются персональными при надевании. Они стоят весьма неплохую цену. Но в текущий момент, глянув аукцион Гордуни, я ужаснулся таким ценом. Экзодарский посох жизни стоит всего 1000 золота. Я помню, когда около двух лет назад он стоил 1050 золота, и это было прямо вау, а на текущий момент как-то все грустно. Надеемся на повышение его цены. Ну а по крайней мере, с изначального огня вывозим весьма хорошее количество золота с этого места. Вторым способом является фарм в открытых местах в формате 2х4. Это особый формат группы, который просто-напросто позволяет разогнать спавн чуточку быстрее. Мобы спавнятся намного быстрее, ну и собственно с этого вы лута получаете больше. В чем основная суть? Это было очень актуально в момент старта дополнения, так как люди фармили зеленку, люди фармили ткань для дистиллиума, то есть очень-очень много реагентов. Также падали боешки 350 вейтем левела, пушки падали, и это было реально очень сочно. На текущий момент цена боешек снизилась очень сильно, хотя пылающий меч тибу, наверное, все еще стоит неплохо за счет своей трансмагрификации. Но также не стоит забывать про маунтов. Маунты до сих пор падают, и маунты до сих пор держатся на плаву по своей цене. Они чуточку упали, но все же цена весьма приятная. Также не забываем про пки или бареагенты, которые падают, например, морской лен на аукционе его активно скупают с целью того, чтобы перевести его в дистиллиум. И с этого можно сделать весьма хорошее количество голды. А также, используя монаха в группе, можно просто-напросто агрить этих мобов, не отходя от места. Мобы сами будут агриться на эту статую, сами будут приходить к ней, ну а ваша задача просто быстро ауешать. Я думаю, в текущем эквипе это не проблема. Третьим способом хочу выделить рейдики для фарма золота. Мы можем бегать различные рейды с целью фарма трансмога, с целью фарма питомцев, с целью просто-напросто продажи тех эпиков, которые падают с босса. Также, просто когда мы маунтов фармим, мы лутаем ки или боепики и можем их продавать. Видосик отдельный есть по этой теме, поэтому, если у вас есть желание более подробно этот способ изучить, я закину видосик в описании и вы уже открыв его можете абсолютно все подробно изучить в плане статистики, в плане того, какие рейды стоит ходить, какие быстрее рейды проходятся, ну и какие там интересные скипы есть. Четвертым способом выделю добывающие профессии. Добывающие профессии позволяют получать весьма хорошее количество золота, особенно в тот момент, когда выходят новые рейды. Рейдеры вынуждены покупать различные поушины, различные фласки, должны покупать камни для того, чтобы их персонаж был сильнее, ну и чтобы он был подготовлен к рейду само собой, также и чарки и все-все-все такое прочее. Поэтому просто фармя пруду, траву, закидывая ее на аук, либо переделывая во что-либо дорогое, мы можем получать весьма хорошее количество золота. Даже после того, как рейдовое освоение кончается, люди до сих пор продолжают покупать различные реагенты с целью того, чтобы прокачать, например, профессию. Действуйте. Чем больше вы будете тратить время в игре и фармить руду и траву, тем больше вы будете получать голдишки. Касательно добывающих проф, также есть видосик отдельный, с подробными цифрами, с очень интересной статой, которая расписана на целый месяц, видосик аналогичный кину в описании. Пятым пунктом, завершающим, выделю трансмог. Да, его не особо покупают на ру-сегменте. Быть может, только какие-либо отдельные итемы, по типу там одноручных мечей, быть может, каких-то редких сетов брони. Но в основном люди любят Т3 покупать, а он игроками не добывается, только лишь с черного рынка. Поэтому трансмог как-то в ру-сегменте, мне кажется, не особо популярен в фарме золота. Но, быть может, если вы играете на Европе, то попытаться стоит. И я уверен, что вы найдете такие итемы, которые стоят дорого, и вы сможете их зафармить. Пример тому разноцветный меч, который фармится в пещере с рарника на мысе Тернистой долины. Быть может, он упадет вам, и вы продадите его за весьма хорошую цену. Цена ему на текущий момент 100 тысяч, но, быть может, она еще вырастет. Надеемся на это. Думаю, какой-нибудь из этих способов вас зацепил, вы начнете по нему двигаться и нафармите свои миллионы в данной игре. Для чего же нужна голда? Ну, это вопрос уже риторический. Каждый ищет в ней свою пользу. Кто-то переводит ее в жетоны и покупает комплекты карт в Харстоуне, самой киберспортивной игре. Кто-то просто наслаждается большим количеством золота, а кто-то в будущем хочет купить себе брутозавра для того, чтобы просто бегать на маунте с аукционом. Да, это уникально и это весьма хорошая мечта, которую, я думаю, вы реализуете в скором времени. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, до скорого.